Утихла диарея и вроде утихла шумиха. Барнаульская школа номер 128 чуть ли не главный ньюсмейкер последних недель. А все потому, что в один день десятки детей начало рвать, поднялась температура, появились и другие неприятные симптомы. Одного ребенка даже госпитализировали. Учреждение пришлось закрыть на несколько дней, родители грешили на еду в столовой. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной кишечной инфекции у детей и педагогов стали норовирус и ротовирус. Рота и норовирусная инфекция, она имеет сезонный характер. То есть вот сейчас на фоне сезона респираторных инфекций как раз отмечается и сезонный уровень кишечной инфекции вирусной этиологии. Больше поражаются всегда это дети. То есть среди всех заболевших 94% это заболевают дети. Известно, что среди работников пищеблока был обнаружен ротовирус. Они и могли стать источником заражения детей. А вот сами школьные продукты и вода соответствуют санитарным правилам. К оборудованию на пищеблоке и рациону питания нет вопросов. Главное, что через несколько дней все дети пришли в себя. Все инфекции начинаются остро, как правило, с рвоты, подъемы температурной реакции, боли в животе могут быть. И вот в данной ситуации, конечно, не нужно сидеть, нужно обратиться к доктору, потому что обязательно нужно еще и дифференцировать кишечную инфекцию. Можно и с острой хирургической патологией. Родителям это невозможно сделать. Поскольку ученики 128-й школы заразились контактно-бытовым путем, сейчас, в общем, как и всегда, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Кстати, в Роспотребнадзоре отмечают, что в этом и в 2020 году в регионе меньше регистрируют норовирус и ротовирус, так как пандемия наконец-то научила многих людей мыть руки. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.